доброе утро друзья в очередной раз хочется сказать добро пожаловать в симуляцию и давайте сегодня наведем порядок в основных определениях так что есть что и каким образом строится картина мира в голове человека и что такое человек в принципе кто он такой да глобальный вопрос сколько мы сидим мыслителей задавалось вопросом кто я я там абсолют я там монада божественная я я я но самое простое я мать многодетная еще там кто-то еще кто же человек и что за суть как строится картина мира и так картина мира вот она наша реальность вот эта комната она проявлена здесь есть тело которое сидит и вам сейчас что-то вещает да и это все обладает сознанием и это сознание это все создало до сознанием есть такое понятие сознание она создает вот эти декорации эту комнату это тело она это все создало но кто-то же в этом теле ездит ездит она двигается и раз она двигается в нем кто-то играет а кто в нем играет игрок и так игрок люди люди по латыни игрок то люди мы люди мы играем круто в латыни это знали те кто эту игрушку наблюдал и так человек это еще игрок и игрок обеспечивает движение сознание обеспечивает декорации есть третья составляющая которая наблюдает за сим процессом это наблюдатель вот мне почему-то вот это вот составляющую хочется назвать абсолютом потому что когда в нее входишь ой там есть все и это совсем не хроники акаши хроники акаши информационные это намного уровней ниже это мы называем душа души это мы удаляем сразу когда удаляем карму мы сейчас на более высоком уровне смотрим как глобально организуется картина мира и так три составляющие которые включают картину мира по сути делов человека всегда приходит три кабеля один кабель от сознания один кабель от игрока и один кабель от наблюдателя теперь давайте вспомним квантово волновой дуализм что мы там имеем имеем устройство которое запускает фотоны имеем картинку как они раскладываются превращаясь в волну или в частицу и имеется тот кто наблюдает его сознание является определяющим и получается для того чтобы запустилась игра надо три составляющие что будет если выключить сознание у человека ну вот шел шел очнулся гипс до без сознания тело живет живет но картина мира гаснет декорации выключаются что будет если отключить игрока вот это кстати основная поломка при аутизме стим и детей когда игрушку заела она вроде действует но эти действия не управляемые да то есть мы имеем не управляемый выключенный игрока либо глючного игрока который каратит и тогда мы имеем действия которые не контролируются человеком не управляются не управляемые режимы но в принципе тело живет что будет если отключить наблюдателя шторы опущены свет погашен это называется инкарнация пока наблюдатель наблюдает мы живем картинка раскладывается как только наблюдатель свалил картинки нет абсолютно все просто да гениально просто теперь давайте возьмем религию во имя отца и сына и святого духа аминь 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 я в игре приветствую господа я в игре следите как в религиях много таких вот толковых штук вообще иногда когда находишь просто диву даешься как они грамотно все раскладывали но тогда возникает вопрос когда в русском языке заменили вы на ты зачем это было сделано человек не ты человек это вы как минимум три штуки на а в английском языке you и айминь но этот это все мелочи на самом деле потому что для того чтобы игра запустилась надо ключ который ее запускает ну вот представьте есть машина декорации она уже собрана сознание выпустила есть водитель он уже сел игрок готов ехать есть наблюдатель который за всем этим наблюдает говорит погнали на машина не едет нужен ключ в замке зажигания что есть эти этот ключ что является ключом в замке зажигания для того чтобы эта игрушка заработала это вопрос для тех кто увлечен варгеймингом